здравствуйте с вами снова фантом серия заметки о магнитостатике в этом видео рассмотрим модель физического механизма взаимодействия магнитов но прежде хотел бы выразить благодарность двум людям нику за его мужество продолжать заниматься наукой в таких условиях в которых многие из нас думаю вряд ли смогли бы просто выжить также хочу поблагодарить Григория за то что его работы рекомендованные дневником помогли мне найти отправную точку сборки воедино для всех полученных в экспериментах данных начнем магнит магнит замороженное волшебство вроде по банальности но так ли поместим два магнита вакуум вдали от каких-либо объектов кроме вас держащих эти магниты в руках разнесем магниты на некоторое расстояние и отпустим что произойдет независимо от того как именно были ориентированы магнитами между собой магнит начнут притягиваться друг к другу почему именно притягиваться выясним немножко позже по ходу ролика и так магниты движутся что именно это значит это значит что совершается работа по приданию телам с некой массой ускорения с определенным вектором и если мы серьезно задумаемся то поймем на наших глазах происходит чудо поздравляю вас уважаемые зрители мы с вами только что увидели пример движения осуществляющиеся как бы из отбрасывания масс да да похоже на тот самый источник движения звездолетов из фантастических произведений движения есть несомненно а отбрасывания видимой масс нет безопорная тяга знаете выглядит спорно согласен скажете есть же магнитное поле вот оно и двигает магнит а вот тут напомню если вы позабыли более это всего лишь график распределение некоего силового воздействия на объект но никак не само воздействие так от чего же конкретно отталкивается магнит разгоняясь навстречу противоположному полюсу другого давайте зададимся вопросом а как вообще реализуется движение под действием некой силы двигать нам надо вполне материальный объект а как у нас может двигаться материальный объект верится он может только путем взаимодействия с другим материальным объектом только так и никак иначе только взаимодействие с другим материальным объектом приводящее к передаче импульса может служить причиной изменения параметров движения взаимодействие не с неким непонятным полем а именно с другим вполне материальным объектом вот вы себя и поймали скажут мне зрители как же тогда двигается магнит где же тот самый материальный объект который придает ему импульс во первых один магнит двигаться не будет только когда их два или в более сложном случае несколько только пара и только на притяжении отталкивания магнитов не бывает удивлены отлично понимаю вас и все же повторю магниты степени свободы которых не ограничены механически отталкиваться не умеют притягиваться сколько угодно а вот отталкиваться не умеет мне скажут как же так все же знают магниты обращенные одноименными полюсами друг другу отталкиваются а вы попробуйте взять два неодиумных магнита сблизить их одноименными полюсами а затем хотя бы один из них отпустить что же произойдет думаете магнит отталкиваться от другого и полетит вдаль по прямой ведь именно так должно быть при отталкивании ничего подобного отпущенный на свободу магнит сначала самопроизвольно развернется так чтобы обратиться к первому магниту противоположным полюсу а затем устремиться к нему по кратчайшему пути отталкивание магнитов возможно только тогда когда вы чисто механически ограничите возможность магнита развернуться поэтому рекомендую использовать термин выталкивать вместо термина отталкивать это явление можно сравнить с выталкиванием пузырька воздуха из глубины жидкости на поверхность или еще можно провести параллель с процессом скатывания шара с вершины некой полуцферы любом случае точный вектор такого движения предугадать невозможно потому как он определяется многими для нас выглядящими случайно причиной но вернемся к нашим притягивающимся магнитом как же именно осуществляется их движение каков механизм возникновения силы которая заставляет магниты двигаться навстречу друг другу повторим любое изменение параметров движения может происходить только в результате контакта материального тела с другим материальным телом при котором тела обменивается импульс однако в случае магнита никаких других видимых материальных объектов не существует а движение есть как же так и тем менее объяснение имеется позволю себе одно утверждение движение магнита может происходить только в том случае если поток неких очевидных невидимых ни глазами нечеловеческими приборами однако вполне материальных а значит обладающих импульсом частиц увлекает его своим движением физически сталкиваясь с веществом магнита и передавая ему импульс некоторые исследования вроде бы подтверждают наличие числомеханического импульса у магнитных потоков например по некоторым данным в тпу стивена марк обладала при работе гироскопическим эффектом однако признанных учеными свидетельств этом пока не зафиксировано и так предположим что частицы магнитного потока умеют переносить импульс знаю предположение как минимум спорно однако при ближайшем рассмотрении теории о дистанционном воздействии неких волшебных полей через ничем не заполненную пространство выглядит как минимум не менее спорт при попытке анализа такие теории оказываются просто голословными утверждения имеющими весьма немного связи с реальностью большинстве случаев физика в них просто подменяется математикой результатом чего становится то что грамотный анализ получается доступен весьма немногим и в итоге большинство людей не особо задумывались просто верит ученым потому как нет ни желания ни квалификации аргументировано оспорить их утверждение хорошо но тогда почему же одинокий магнит никуда не движется а два магнита это уже дело для того чтобы объяснить механизм движения магнитов нам придется вспомнить основы газодинамики в ней описано такое техническое решение сопло лавале сопло лавале представляет собой газовый канал особого профиля имеющий сужение в случае для изменения скорости проходящий по нему газового потока широко используется на некоторых типах паровых турбин и является важной частью современных ракетных рейдов в простейшем случае сопло лавале может состоять из пары усеченных конусов сопряженных узкими концами на сужающемся до критическом участке сопла движение газа происходит с дозвуковыми скоростями в самом узком критическом сечении сопла локальная скорость газа достигает звукового на расширяющемся за критическом участке газовый поток движется уже со сверхзвуковыми скоростями перемещаясь по скулу газ расширяется его давление падает а скорость возрастает тепловая энергия молекул газа преобразуется в энергию его направленного движения кпт этого преобразования в некоторых случаях может превышать 70 процентов что значительно превосходит кпд тепловые двигатели всех других типов так вот в качестве основного компонента для построения рабочей гипотезы как именно движутся магниты мы применим именно концепцию сопло лавали представьте что каждый полюс магнита реализует сопло лавали для своего магнитного потока они забирают частички потока из внешнего пространства и затем ускоряют каждое такое сопло ускоряет магнитный поток только одноименного знака одно сопло работает только с южным потоком а другое только северными сами потоки существуют абсолютно независимо и никак не взаимодействуют друг с другом южный поток имеет взаимодействовать только с южным а северным только северным причина почему так происходит выходит за рамки данного повествования для начала рассмотрим взаимодействие сопла с потоком на примере одного полюса. Наружная часть сопла, обращенная вовне, называется истоком. В нее попадает слабо концентрированный и медленный внешний поток. Проходя по первому конусу сопла, поток постепенно наращивает плотность и закручивается подобно вдовороту. Скорость его постепенно возрастает, движение составляющих поток частиц становится центростремительным. Проходя критическое сечение, поток имеет максимальную плотность. Сразу после прохождения критического сечения поток резко ускоряется, и его частицы приобретают максимальный импульс, а плотность падает. Движение составляющих поток частиц становится центробежным. В области стока образуется зона низкого давления и высокой скорости потока. Некоторую аналогию можно провести с принципом работы струйного вакуумного насоса. Таким образом, в ракетном двигателе, использующем сопло лавали, возникает реактивная тяга. Вот только частицы, переносимые магнитным потоком вещества, человеческие приборы зарегистрировать пока не состоят. Поскольку точка привязки сопла жестко связана с материалом магнита, магнит получает механический импульс в сторону, в противоположную направлению потока, исходящего из стока. Тогда почему же уединенный магнит никуда не движется, спросите вы? Ровно потому, что потока два. На каждый полюс имеется свой поток. И со вторым потоком все происходит аналогично первому. Потоки разных знаков никак не взаимодействуют между собой. Но импульс, передаваемый частичками обоих потоков, оказывается приложен к одному и тому же физическому объекту – веществу магнита. В результате две противоположные силы уравновешивают друг друга. И хотя сам магнит находится в покое, его материал постоянно испытывает механическое напряжение от воздействия потоков, тянущих его за область полюсов в противоположные стороны. Если мы попытаемся распилить магнит в зоне экватора, то мы сможем в данном факте легко убедиться. Вот простая модель магнитов, показывающая предложенную концепцию в 3D пространстве. Вы уже догадались, как объясняется движение магнитов, когда их два? Если нет, то продумьте. Давайте для начала рассмотрим механизм притягивания магнитов. Соединить две предложенные модели магнитов с противоположными полюсами. При соединении двух систем образуется так называемое двойное сопло-лаваль. Оно обеспечивает еще большее ускорение потока на выходе по сравнению с 1-арм. Итак, поток входит в систему через зону истока. Проходя первое критическое сечение системы, он разгоняется и создает зону разряжения в зоне истока. Однако зона истока соседствует с зоной истока одноименного полюса второго магнита. В результате поток не может передать импульс окрызающему магнит в пространстве, а вместо этого втягивается во второе по ходу сопло-лавале, из которого выходит в окружающее пространство уже с удвоенной скоростью. В промежутке между магнитами создается область разряжения, а окрайнему по ходу движения сопло передается импульс, направленный в противоположную сторону от направления уходящего главный потока. Входному же соплу аналогичный импульс движения не передается, потому что его сток не связан с нижним пространством, и весь импульс разогнанного потока поглощается истоком второго по ходу движения сопла. Со вторым потоком все будет происходить абсолютно аналогично, только вектора движения будут направлены в противоположную сторону. Подчеркнем, потоки разных знаков никак не взаимодействуют друг с другом и ускоряются только соплом своего полюса. На сопло же противоположных полюсов потоки никак не реагируют. Главное, что потоки в данном случае беспрепятственно проходят магнитно сквозь, разгоняясь в его структуре и выходя, придают его веществу механический импульс, направленный в сторону, противоположенному вектору движения выходящего потока. В результате на каждый из магнитов начинает действовать вполне реальная физическая сила, направленная в сторону другого магнита по кратчайшему пути. Происходит чудо! Магниты, как бы без видимой причины, устремляются навстречу друг другу. А как же происходит выталкивание магнитов в случае, когда два магнита сближаются одноименными полюсами? Каков будет механизм возникновения силы в этом случае? Предположим, что магниты сконфигурируемы так, как на показанном рисунке. Северный поток из окружающего пространства входит в область истока сопел обоих магнитов и, ускоряясь ими, передает соответствующий импульс полюсам на разбегание. Но выйти из системы магнитов в поток не может, потому что в центральной зоне между магнитами два противоположно направленных северного потока встречаются лоб в лоб. Как мы говорили, потоки одинакового знака умеют взаимодействовать друг с другом. В результате в области между магнитами как бы повышается давление потока, которому просто некуда выйти, поскольку сток окружающего пространства заблокирован потоком с противоположной стороны. С южным потоком несколько сложнее. У него нет истока, то есть оба сопла южного потока пытаются откачать частицы потока из центрального области между магнитами. В результате там создается разрежение потока данного знака. И поскольку материала для создания потока начинает не хватать, то из открытых наружу стоков южного потока практически ничего не вылетает. Соответственно, и не может передать никакого импульса телу магнита. В результате на каждый из магнитов начинает действовать сила, направленная в сторону от общего центра. Однако усилие получается несимметричным за счет отсутствия импульса от потока южных полюсов и наличия зоны высокого давления потока в центре. Такое состояние является весьма неустойчивым. И при малейшей возможности магнит начинает вращаться, стремясь восстановить симметрию прохождения потока. Конечно, предложенная модель является весьма упрощенной. Таких импровизированных сопел лавали на каждый полюс приходится не одно, а множество с немного разными параметрами. Из них формируется нечто вроде сфероида вокруг полюса. В области, обращенной к противоположному полюсу, такой сфероид деформирует, как бы несколько сжат, максимально ускоряющая силу сопела в центре полюсной стороны магнита и направлена по его оси. По мере сдвига краян, сила ускорения сопела спадает и немного меняется в векторах оси, постепенно отклоняясь в сторону от линии оси магнита. То есть, претендующая на реаллельную модель, несомненно, должна быть намного более сложной. Сравнить этот подход можно с 2D и 3D моделями одного и того же явления. То, что описано выше – та самая 2D модель. В ней, условно выражаюсь, все плоско, несмотря на то, что ее элементы имеют три измерения. Можно сказать, что для более верного изображения модели нам нужно использовать четыре препространства. Однако это совсем-совсем другая история. Впрочем, как мне представляется, изложенного выше вполне может хватить для понимания предложенной концепции и объяснения механики напряжения магнита. В заключение скажу. Предложенная выше модель не является чисто теоретической и умозапиемой. Существуют данные измерения, которые в определенной мере ее подтверждают. Собственные изобработки и обдумывания этих полученных в экспериментах данных эта модель создавала. На этом закончим сегодня. Увидимся в новых видео. Благодарю вас за внимание. С вами был Фантом.